Фото в купальнике или философские посты? Хорошая фигура или все-таки талант? За что готовы ставить лайки мы с вами, а рекламодатели платить? Сегодня речь пойдет о самой популярной интернет-площадке в мире – Инстаграме. В России есть блогеры, которые зарабатывают миллион рублей всего за один 15-секундный сториз. У наших алтайских инстаграмщиков аппетиты поменьше, ценник за один пост – до 10 тысяч рублей. По местным меркам – неплохие деньги, которые все чаще стали оседать не в карманах у СМИ, а у местных блогеров, на чьи аккаунты подписано огромное количество реальных людей. В моей странице Инстаграм нету 200 подписчиков. Я, конечно, могу их с легкостью накрутить, для этого и специальные сервисы. Но успеха это мне не принесет, и уж тем более ко мне не придут рекламодатели. Раскрутить свою страницу в Инстаграме можно лишь одним способом – найти то, в чем ты подкован, и интересно об этом рассказывать, как, собственно, это и сделали наши алтайские инстаграм-герои. У меня тут гости. Скоро будет интервью. Она уже идет. Серьезно? Алтайская инстадива Яна Матвейко. За ее жизнью ежедневно следят тысячи человек. С телефоном она не расстается 24 часа в сутки. Ее посты и сторизы собирают многотысячные лайки и активно обсуждаются. А сама девушка признается, что никогда не искала славы инстаграмщицы. Да инстаграмщица и себя не считает. Прежде всего, она визажист. К слову, благодаря своему мастерству девушка и завоевала аудиторию. Я помню, когда я зарегистрировалась, вообще никого не было. У меня было там порядка 50 подписчиков с полгода. Потом это все начало как-то развиваться. Начали они прибавляться, когда я начала выкладывать до-после. Всех сильно заинтересовали до-после фотографии, когда я выкладывала до макияжа девочку и после макияжа. А затем пошли семейные фото. С отдыха, котом и многие другие. Кстати, несмотря на то, что и они есть, тем похвастаться напрямую доказательство тому, что набирать лайки можно не только откровенными фото. Конечно, когда у тебя есть какие-то выдающиеся части тела, они, безусловно, привлекают внимание. Да, и само собой фотографии в купальнике набирают хорошо. Но можно посмотреть, например, даже другие какие-то фотографии, фото с мужем какие-то мои. Они набирают столько же, если не больше. У Яны почти 30 тысяч подписчиков. И увеличивать эту цифру у нее нет цели. Она уже успешно монетизирует аудиторию. Один пост в ее Инстаграм стоит 8 тысяч рублей. Ежедневно в Директ поступает по 6 предложений от компании с просьбой прорекламировать продукцию. Но соглашается Яна далеко не на все. Я не занимаюсь прям вот таки рекламой в Инстаграме. Я занимаюсь какими-то определенными рекомендациями, но только того, что я использую сама, либо где я ем сама, либо то, что я использую для себя. То есть я не рекламирую все подряд. Если бы я брала всю рекламу, которую мне предлагают, я бы зарабатывала очень хорошо на Инстаграме. Скажу так. Но так как это не основная моя сфера деятельности, у меня нет желания навяливать людям то, что мне не нужно и не нравится. А нравится делать макияж. Кстати, свежесть моему лицу она придала всего за 5 минут. А это Андрей Бондаревский, больше известный как Бодибонд. Ему всего 24 года, а он уже один из самых популярных алтайских блогеров. В его Инстаграм-аккаунте 112 тысяч подписчиков. А ведь начиналось все с нуля, вспоминает барнаульский блогер. Устроюсь на работу фитнес-тренером, нас заставили сделать Инстаграм, то есть у меня его не было никогда. И моя трансформация тела началась. То есть люди начали просто подписываться, посмотреть, как я трансформируюсь. То есть там может за полгода первые добавилось ко мне около тысячи подписчиков. А потом начал активно прокачивать свою страницу. Сначала искусственным способом. С помощью приложения Масфоловинг подписывался на всех подряд, чтобы они подписывались в ответ. После того, как подписчиков перевалило за 10 тысяч, стало проще, рассказывает Андрей. Люди стали приходить на страницу сами за постами о правильном питании. Появилась реклама. 5 тысяч за пост. Сейчас он рекламирует только своих спонсоров, редко спортивную одежду. В основном использует Инстаграм как способ привлечения клиентов. И этого Андрею вполне достаточно. Успех в Инстаграме можно достичь только с помощью собственной уникальности и правильно поставленным хэштегом. В этом уверена знаменитая Ольга Грушина, певица, красавица и настоящая звезда Инстаграма. За 4 года ей удалось раскрутить свой блог до 23 тысяч подписчиков. По словам девушки, ей никогда не приходилось прибегать к накрутке и другим махинациям. С подписчиками люди пришли сами. Мой Инстаграм держится на личном бренде. Я не кормящая мать. У меня просто личный бренд. Я пою, путешествую, показываю свою жизнь, шучу над мужиками. Магазины одежды, аксессуары, развлекательные центры, книжные магазины. За рекламу в ее блоге выстраиваются в очереди не только местные, но и московские компании. Ценник на рекламу держит в секрете, но уточняет, что он выше, чем у ее коллег. Правда, этот сториз с Ольгой мне обошелся совершенно бесплатно. Это ты, это я, между нами молния, с электрическим разрядом 220 вольт. Как видите, Петя совершенно не умеет, но зато я люблю разговаривать на серьезные темы в несерьезной обстановке. Это травит нашу окружающую среду. А как тебе наша мусорная реформа? Вот там мусорка нормальная, только чуть-чуть с мешками. А вот это ужасно. А когда вырастешь, наведешь порядок с дорогами у нас в России, что сделаешь? Я, например, куплю новые дороги. Такие, такие актуальные, как говорят. Какие? Актуальные, ну такие черные, с белой полоской, такие радужные. И это лишь пример. Шутить, пранковать, петь и рисовать. Любой человек может найти свою нишу и начать прокачивать свою страницу. Тем более, что за это начали платить хорошие деньги. Причем неважно, живешь ты в деревне или в городе, шансы у всех равны. Уверен создатель популярного сообщества Барнаул-22 Алексей Куреленок. Неважно, где ты сидишь, есть один фотограф в горном Алтае, который живет в избушке просто, в избушке деревенской. Но снимает фотографии для National Geographic, ему присылает вертолет, он летает. И благодаря интернету он зарабатывает больше, чем, наверное, в Барнауле люди зарабатывают. Но Алексей также говорит, что с блогерством на Алтае есть проблемы. Его фактически нет. Есть отдельные люди, бьюти-блогеры, музыканты, которых читает определенный круг людей. Но нет блогеров-миллионников, на которых хотелось бы равняться, и за творчеством которых интересно было бы наблюдать всем. Но таковыми можем стать мы с вами. Для этого нужно просто начать. Зарегистрироваться в Инстаграме, поставить крутую аватарку, публиковать красивые фотографии, ставить к ним хэштеги, ведь многие ищут публикации именно по ним. Обязательно указывать место, где сделано фото, активно комментировать и лайкать других пользователей. И просто интересно писать или снимать. Конечно, все эти рецепты не могут гарантировать успеха, но попробовать-то стоит. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Специально для телеканала Толк.